Реставрация снижает или увеличивает стоимость антиквариата. Примером неудачной реставрации является вот эта кукла-качалка, изготовленная в начале 50-х годов в Советском Союзе. Заготовки и технологию производства, вероятнее всего, привезли из побежденной Германии. На кукле традиционная национальная немецкая одежда, а название кукле дали вполне пролетарское – Золушка. Реставратор игрушки, а по совместительству колдун Вуду, безжалостно загнал в лоб и грудь девочки раскаленную проволоку, несмотря на то, что отверстия для шпилек, закрепляющих механизм качения, находятся с тыльной стороны фигурки. Как показалось этому мастеру, сделал он все правильно и для надежности конструкции, оставил на самых видных местах следы своего профессионализма. В одном из следующих роликов я вам покажу эту фигурку восстановленную. И если говорить об экономике, приобрел я ее в таком виде за 150 рублей. После несложной реставрации стоимость ее возрастет до 2-2,5 тысяч рублей. Доходность составит около тысячи процентов. И возникает очевидный вопрос. Какие еще виды деятельности могут приносить такую доходность? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Во время прогулок по антикварному рынку Краснодара я периодически сдавал специалисту в реставрацию различные самовары. И вот эти самовары все они после реставрации. Реставрация самовара зависит прежде всего от количества повреждений и утрат. И составляет в среднем от 7 до 10 тысяч рублей. После качественной реставрации стоимость самоваров увеличивается как минимум на 100%. Особенно самоваров с большим количеством медалей. Хотя есть нюанс. Чем меньше медалей на самоваре, тем он старше. Меня зовут Алексей Виткалов. Вот уже более 40 лет я занимаюсь покупкой, продажей и реставрацией антиквариата. В роликах на канале Антикварный Ареал рассказываю, почему интересно, выгодно и полезно для здоровья участвовать в обороте антикварных предметов. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый ролик. Реставрация – это восстановление предметов в первоначальный вид. Реставрация бывает музейная, когда необходимо оставить все как есть и законсервировать предмет от дальнейших разрушений. И профессиональная или коллекционная реставрация, основной задачей которой является восстановление внешнего вида предмета и его функциональных особенностей, при этом используя обязательно аутентичные материалы и технологии. По уровню сложности реставрации рассмотрим три вида предметов, которые можно встретить на барахолках в любом городе Российской Федерации. Кофейные ложки серебро 875-й пробы с позолотой выпущены в Советском Союзе в середине 70-х годов. Обратите внимание, одна из шести ложек отличается по цвету. Ее я специально не отмывал, чтобы вы увидели разницу. Когда я их приобретал, главный аргумент продавца было наличие родной патины и заводской полировки. Продавец не догадывался, что густая патина, а по сути своей грязь, скрывала под собой фабричную позолоту и после профессиональной отмывки ложки приобрели первоначальное состояние. Купленные эти ложки на барахолке были за 4000 рублей. При этом после отмывки их стоимость возрастет на 100% и составит около 8-9 тысяч рублей за комплект. Для отмывки я использовал жидкость для золота флюрин и пасту для ювелирных изделий автосол. Досмотрите ролик до конца и шестую ложку мы отмоем на камеру. Следующий артефакт, восстановленный и приобретенный на Краснодарском антикварном рынке, это театральный бинокль, произведенный во Франции в конце XIX века. Кофр бинокля состоял из нескольких частей. Замок был сломан, внутренняя шелковая обивка полностью разложилась. Металлические части бинокля были покрыты толстым слоем патины и грязи, а линзы имели мелкие царапины. После восстановления родная кожа кофра полностью сохранена, а внутренняя шелковая часть заменена антикварным бархатом. Восстановлены петли и заменена внутренняя пружина замка. Отполированы линзы и корпус. Хочу обратить ваше внимание, что кофр не имеет запаха клея, а пахнет только старой кожей и воском. Почему это важно? Профессиональный коллекционер всегда нюхает предметы для того, чтобы обнаружить реставрацию. Да, он пытается ощутить запахи клея и краски. Поэтому в реставрации, особенно в профессиональной, используются клеи без запахов. Приобретен этот бинокль за 2500 рублей. После реставрации стоимость его составит 12-15 тысяч рублей, а добавленная стоимость более 400%. И еще один, приобретенный на Краснодарском антикварном рынке, предмет, пожалуй, самый трудоемкий по времени реставрации. Это бронзовое настольное зеркало в золоченой раме с часами, изготовленное англо-французским предприятием в конце XIX века. У зеркала в центральной части полностью слезла амальгама, и отражающие свойства были полностью утрачены. Бронзовая рама была покрыта толстым слоем грязи и патины. Задняя часть зеркала, покрытая кожей, совершенно пришла в негодность. Рама отправилась откисать в слабый раствор лимонной кислоты. Это испытанный способ очистки латунных, бронзовых и медных изделий. А со стеклом возникла проблема. Обзвон и объезд мастерских по резке и изготовлению зеркал привел к выводу, что зеркала с фацетом могут сделать, но диаметром до 20 сантиметров и более. А фигурное стекло могут вырезать, а фигурный фацет нет. В XIX веке это делалось вручную. Сегодня вручную эти операции выполнять никто не может. Поэтому было принято решение заменить на хрустальном стекле покрытия по старой технологии. После нескольких вариантов технологии была выбрана правильная технология, и она с успехом реализована. И этому хрустальному стеклу XIX века были возвращены отражающие свойства. А также найдена причина, по которой эта амальгама облезла. Зеркало оказалось, когда мы полировали с Петровичем стекло на внутренней части поверхности, там, где ложилась амальгама, остались отпечатки пальцев какого-то мастера, либо жир, либо лак, и поэтому амальгама не прилипла. А дело в том, что это зеркало, оно было замечательным, но при изготовлении в середине зеркала был дефект в XIX веке, и облезла амальгама. Сейчас амальгаму Петрович полностью удалил. И будем пытаться отполировать зеркало, для того, чтобы нанести новый отражающий слой. И, кстати, остались даже отпечатки пальцев старого мастера. Вот, видимо, с его грязных пальцев. Вот эти грязные пальцы, они не дали амальгаме приклеиться. Сейчас мы их будем удалять. После восстановления это зеркало выглядит вот таким образом. Часы работают, рама сверкает, а зеркалом можно пользоваться. Стоимость зеркала при покупке составила 20 тысяч рублей. После реставрации его стоимость около 100 тысяч рублей. Доходность составляет около 500%. Очевидно, что качественная реставрация значительно увеличивает стоимость антиквариата. И порой даже специалисту довольно сложно определить наличие реставрации на предметах. А так как общество перестало создавать вечные ценности и в ближайшие годы ожидать появления нового антиквариата на рынке не следует, остается восстанавливать образцы прошлых лет, зарабатывать на этом и, получая новую информацию, формировать в мозгу новые нейронные связи, которые, в свою очередь, продлевают молодость. Будьте молоды и богаты! Если рассмотреть ложку более внимательно, то все равно останется впечатление, что это серебро, покрытое толстым слоем патина. Для того, чтобы бережно очистить и не повредить по золоту, я использую специальную мягкую ткань для полировки золотых изделий. Приобрести ее можно в специальных магазинах для ювелиров. А также жидкость флюрин для золота и пасту автосол. Процесс очистки флюрином необходим для того, чтобы снять жир и размягчить крупные загрязнения, чтобы при полировке эти крупные частицы не повредили поверхность. Процесс полировки происходит довольно быстро и буквально в течение 5-10 минут можно привести ложку в порядок. А на весь комплект уйдет не более часа полутора. Спасибо вам за просмотр! Подписывайтесь на антикварный ареал, чтобы не пропустить свежий ролик. До новых встреч!